В украинском городе ровно случились такие роды, которые поразили не только роженицу, но и акушеров. Хотите узнать, что именно пошло не так, как обычно? Тогда читайте статью до конца. 1 декабря 2021 года жительница города ровно родила девочек-близняшек, причем обе находились в так называемой рубашке. Рубашка это плодный пузырь, формирующийся на 8-9 день после оплодотворения. Плод развивается внутри него для предотвращения толчков, ударов и также для сохранения стабильной температуры. Также внутри пузыря содержится амниотическая жидкость, которой младенец дышит. При нормальном течении родов плодный пузырь разрывается естественным образом, из-за чего вода выходит наружу. Это и считается основным признаком начала родов. Медики были в шоке, когда увидели детей в рубашке, ведь такие случаи происходят единожды на 80 тысяч случаев. К счастью малышки родились полностью здоровыми, и сейчас и они, и их мама чувствуют себя прекрасно. Вес девочек составил 3080 и 2730 грамм, что в пределах нормы, а назвали их Мирославой и Маргаритой. Кстати говоря, именно таких детей, как Мирослава и Маргарита, называют рожденными в рубашке. Подобное начало жизни признак счастливой и безоблачной жизни, удача всегда будет на их стороне, они никогда не будут испытывать одиночество, финансовые проблемы, психологические расстройства и прочие проблемы, так что девочкам крайне повезло. В феврале 2015 года, в медицинском центре Сидерс-Сайной Лос-Анджелеса Уильям Байндер, врач-гинеколог, принимал роды с осложнениями. Ведь ребенок выходил наружу за три месяца до положенного срока. Врач думал, что дело обойдется одним кесарево сечением, но он сильно заблуждался. Вместо обычного плода наружу вышел плод в рубашке. Акушеры были настолько шокированы увиденным, что не удержались и сделали фотографию пузыря перед его разрезом. Оболочка пузыря была полупрозрачной, поэтому сквозь нее просматривались голова и волосы, более того, ребенок оставался в позе эмбриона. Мать ребенка Челси Филлипс не ожидала, что ее роды пройдут именно таким образом, тем не менее, она рада, что все живы и здоровы. Отмечается, что при рождении ребенка в мешке нет никакой угрозы для его здоровья, поскольку он продолжает получать кислород через плаценту. Вот почему для медицинского персонала это не нервный опыт, а огромная честь. Если плодный пузырь еще вписывается в пределы нормы, то лишние пары конечностей явно нет. Именно такой случай произошел в одном из индийских роддомов. У местной женщины родился ребенок, у которого есть лишняя верхняя и нижняя конечность, причем как такое могло произойти, неизвестно. Более того, все внутренние органы родившегося прикреплены с внешней стороны. Новорожденный уже успел стать местной знаменитостью, поэтому к его палате в больнице ежедневно выстраиваются огромные очереди. Индийцы уверены, что этот ребенок воплощение божества. Однако врачи с таким мнением не согласны, так как они объясняют мутации ребенка осложнениями во время беременности. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.